Возникла новая событийная последовательность, которая изменила действительность. Должны быть спортивные секции в школе. Он должен прыгать и бегать. Они должны быть. Что развивает интеллект и стоит очень дешево? Это шахматы. 40 школ Самарской области у них очень хороший эксперимент. Малышня с 1 по 4 класс учится играть в шахматы. Я сейчас еще одну историю расскажу, еще более интересную. Литературный театр. Сейчас объясню, почему литературный театр. Потому что сейчас был проведен эксперимент. Опрашивали молодых людей. Этот ролик вы посмотрите через какое-то время на канале. Опрашивали молодых людей, 30 и чуть больше, которые имеют высшее образование. Как гуманитарное, так и техническое. Вопрос был один. Назовите два произведения Александра Сергеевича Пушкина. Процентов 75 не смогли назвать два произведения Александра Сергеевича Пушкина. Извините, Луиза Васильевна. Я очень не люблю книги. Но я не понимаю, какое отношение имеет к литературе этот кабинет. Садись, Мурашов. И не мешай товарищам усваивать материал. Царев, да с кем. Ноги, босс, и грязно тело, и едва прикрыта грудь. Не стыдись, и что за дело. Это многих славный ключ. Кто автор? Первая Шевченко, вторая Тютчев, третья Некрасов. Кто главный герой? Первый крестьянин, второй солдат, третий мальчик. Куда идет герой? Город, рынок, школа. Стаценко, не подсказывай. Округляем до четверки. Мне кажется, что если бы Некрасов знал, что его стихотворение запрограммируют, он бы писал одни выдавили. А Гоголь и первую часть мертвых душ сжег бы. Все умничаешь, Мурашов? Да знаете ли вы, что благодаря машинному методу обучения вы всю программу на месяц раньше заканчиваете? И приступите к анализу капитанской дочки? Я очень рад за дочку капитана Миронова. Наконец-то я анализ раньше сделаю. Это слишком хорошо. Вам шаг. Неплохо, мальчик. Луиза Насильевна, Анна Борисовна, прошу прощения. Тише. Тише, надо записать. Как твоя фамилия? Назаров. Назаров, какой класс? Восьмой я. Восьмой? А, как оцениваешь позицию? Ничья. Ничья, записывай, учти. Весь шестой. Хорошо, хорошо. Так, бей слева. Бей слева. Я думаю, пора переходить к кэнш-шпилю, а? Да давно уж пора. Затянули с этим турниром. Ай. Ай. Опаздываю. Очень знакомая позиция. Не играли мы с тобой партию по телефону? Очень может быть 571А. Из трубы А вливается 800 литров воды. Из трубы В выливается 350. Причем на конце трубы В установлен вентиль, который был неисправен. И часть воды утекла пропорционально логарифму Х. Черт знает что. Что они? Не могут вентиль, что ли, починить, прежде чем детям голову морочить? Хорошо. Расскажи нам все, что ты знаешь о лошади Кришевальского. В 1877 году путешествовав по Кашгаре Николай Михайлович Пржевальский в долине озера Лавнор обнаружил животное, принадлежавшее семейству непарнокопытных. Это была дикая лошадь. Николай Михайлович изучил ее привычки. Ты о ком нам рассказываешь? О Кришевальском или о лошади? Николай Михайлович заслуживает больше внимания, нежели его лошадь. Ну что лошадь? Малопривлекательная, низкорослая, пугливая животная. А Николай Михайлович был сложен, противоречив. Он был нелюдим, слыл с женоненавистником. Мурашов, поближе к лошади. Да пусть. Пусть рассказывает. Давай, Антон, раз вызвали, тебе и карты в руки. Кстати, о картах. Пржевальский много играл в карты. Он был удачлив. Однажды он выиграл 12 тысяч. Ого, это же Жигули с гаражом. Это для тебя. А для него это была возможность снарядить экспедицию. И когда он вышел к Амуру, он разбросал ту самую колоду карт, которая сделала его путешественником, причем великим. Чехов писал о нем. Подвижники нам нужны как солнце. И таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно. Ну, я надеюсь, ты сейчас не будешь о Чехове рассказывать. Ну что, лошадь? Лошадь относится к семейству непарнокопытных. Как ослы, зебры и, собственно, лошади. Кто-то тебя в очереди не видел. Ну-ка, выйди отсюда и встань в очередь. Чего? Вадим, ты сюда зашел, да? Это собака Чибисова. А чего она лезет без очереди? У тебя машина есть? Есть. Новая? Новая. Будет старая. И тебе чинится и чинится. Понял? Ну. Что ну? А то, что брат Чибисова, директор автосервиса. Ты знаешь, почему называется станция техобслуживания? Нет? Нет. Потому что тех обслуживают, а этих нет. Не понял. Нет. А то, что мы строим хирургический корпус, и без Чибисова нам не подстроиться, а эта собачка, любимый док Чибисова, это ты знаешь? Нахал, этот, любимец. А корпус строят? Строители. Они ваш, Чибисов. Что ты говоришь? Вадик, ты окончательно впал в детство. Не пугай меня. Где я следующий? Проходите, садитесь одну минуту. Ну, что там у вас? Саухом неприятности. Давно? Так без последней охоты. Ну, и что случилось на охоте? Ерунда случилась. Думал, норка барсучья. Стал носом рыть. Ну, а чем еще носом, как обычно, и на капкан наткнулся. Клац! Полух, как не бывало. Ну, что вы там говорите? Жизнь радость перестала. Да на. Кость дала. Отвернулся. Да, даже лаят стала редко. Да и то так. У-у-у-у! Раньше! У-у-у! Да. Ладно. Не радуйтесь преждевременному. Конь H8, C5, пожалуйста. Доктор, так Сух, может прописать, что мои собачки? Да чего уж тут прописывать. Понятно. Как своему коню, так C, аж да еще какими порциями, как мои собачки, так... Пошли, Челентано. Пошли, Челентано.